Подсудимый тщательно закрывает свое лицо, отвечать на вопросы прессы отказывается. Как позже заявляет его адвокат, стыдится своего поступка. Мужчина обвиняет в восьми фактах мошенничества. И самое занимательное то, что преступление он совершал, отбывая наказание в тюрьме. По окончании предварительного следствия Мустафин заявил, в общем-то, о полном признании вины. По окончании предварительного следствия подтвердил эти все обстоятельства настоящим судебным заседанием. Вину свою признал полностью, в общем-то, рассказал способ совершения преступления. По версии следствия, находясь в Альметьевской колонии номер 8, подозреваемый добыл телефон. С его помощью он просматривал сайты объявлений, связывался с продавцами, втирался в доверие, узнавал последние цифры банковских карт, а потом списывал с них все деньги. Сам же подсудимый утверждает, что телефон ему дал сотрудник колонии. Работник колонии передал ему телефон, которым он воспользовался. И также, не могу ему не поверить, что он, когда обращался, ему переводились вот эти деньги, он использовал их, как мы слышали, на газовые плиты, на какие-то строительные материалы, которые пропускались в данную колонию с разрешения руководства. Защита настаивает. Именно сотрудники тюрьмы заставляли мужчину снимать деньги с карт. Так ли это на самом деле, выяснит суд. Мошенник проведет в тюрьме 10 лет за преступление, которое он совершил ранее. К этому сроку прокурор просит добавить еще 4 года. Какое решение вынесет суд, станет известно уже в этот четверг. Эльвир Софиуллин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.